Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Меня зовут Сергей Зайцев. Сегодня я буду показывать и рассказывать процесс установки простой секретной кнопки на автомобиль Ravon R2. Почему простая? Потому что ее довольно таки просто сделать самому. Задача была поставлена установить ему секретную кнопку как можно с меньшими разборками салона. Варианты установки с клиентом были обговорены и принято было решение установить саму секретную кнопку на важель ручника, то есть закрепить ее на самом ручнике. Будет спрятана она под кожухом ручки ручника. Сама кнопка, в принципе, будет напоминать принцип работы тумблера, то есть будет иметь фиксируемое положение включено или выключено. Клиент хотел, чтобы была возможность этой кнопкой пользоваться не постоянно, не регулярно. По необходимости. Приехал на длительную парковку, поставил автомобиль, кнопочку включил. Если ездишь где-то на короткие дистанции, то чтобы этой кнопкой не пользоваться. Поэтому было решено использовать такую кнопку с фиксируемым положением. Если вам интересны варианты установки секретных кнопок, то можете их посмотреть на моем канале. Там уже есть несколько вариантов уже показаны. Хочу показать на основе каких элементов буду выполнять поставленную задачу, установку секретной кнопки. Буду использовать вот такую вот кнопочку, которая имеет фиксируемое положение нажатое и отжатое. По поводу реле. У меня заранее были напаянные реле. Я их уже вам показывал в своих видео обзорах. Реле с двумя группами перекидывающихся контактов. Реле на 12 вольт. Схемка вот лежит перед вами, но скажем так, эту схему можно немножко упростить. То есть, если у вас нет такого реле с двумя группами контактов, то можно использовать обычное автомобильное реле или же какое-либо миниатюрное реле на одну группу контактов. По исполнению, если использовать вот это реле, то схемка вот такая. На этой схеме у нас есть провод зажигания. Сегодня я буду блокировать именно его. Условно, скажем, обозначена вот эта кнопка. Кнопка я написал КН. Обмотка реле. Одна группа контактов его, и вот вторая. Принцип работы. При включении замка с зажиганием, если кнопка заблокирована, скажем так, то есть контакта нет. Дальше зажигание попадает на контакт К2 и здесь дальше никуда не идет, то есть цепь обрывается. Достаточно нажать эту кнопочку, контакты здесь замкнутся. На обмотку реле попадет напряжение 12 вольт, вследствие чего замкнутся контакты К11 и К12. Зажигание включится и автомобиль можно будет завести. Если вы повторно нажмете эту кнопочку, то здесь контакт пропадет, но так как контакты К11 уже были замкнуты, то реле останется во включенном состоянии и эти контакты тоже будут замкнуты. Зажигание будет продолжать поддаваться до того момента, пока вы его не выключите. Если вы выключите зажигание, при повторном включении его, опять цепь будет заблокирована, но пока снова не включите кнопку. По упрощенной схеме, если у вас есть релюшка на одну группу контактов, схема принимает вот такой вид. У вас есть только контакты реле К11. Провод зажигания у вас будет выходить с этой точки, то есть провод, который будет включать зажигание, вот так скажем. Принцип действия тот же. Кнопку нажали, цепь тут появилась, реле сработало, замкнуло контакты. Если кнопку разомкнуть, то зажигание плюс 12 вольт будет продолжать через контакты реле попадать на катушку. Так как у меня это реле было уже распаяно и неохота сейчас уже опять включать паяльник, то я это реле использовать не буду. Использую свое распаянное реле. То есть я буду делать вот по этой схеме. Можно сделать, конечно, все по упрощенной, то есть без вот этих контактов схема немножко будет меньше. Принцип от этого не меняется, то есть все работает точно также. Итак, рассмотрели комплектующие, из чего мы будем что делать. Я уже немножко подготовился к работе. Вот реле аналогично спаянное тому, что я вам показывал. Я его уже немножко замотал изолентой. Дальше к такой же кнопки я припаял проводочки, вырезал пластинку с пластика, закрепил на ней кнопку. Провода вот обмотал изолентой, сделал разъемчик. В продолжении к этому разъему есть ответная часть. Материалы подготовлены. Вот я переместился в автомобиль. Вот эту кнопочку необходимо разместить снизу рычага ручника. Здесь есть вот это утолщение и потом сужение идет. Сама кнопочка будет размещаться вот так вот снизу. Вот таким образом. Моя задача сейчас ее здесь закрепить и потом от этого ручника необходимо будут провода проложить вдоль тоннеля и вывести их под торпеду. Блокировать буду сегодня провод на замке зажигания. Сам вот этот вот тоннель пластиковый крепится довольно таки не сложно. Один саморез сзади в подстаканнике и два самореза по бокам, то есть с каждой стороны. Вот здесь был и с противоположной, с водительской стороны. Потом ее нужно поднимать вверх. Для этого необходимо максимально ручник поднять, чтобы пластик вышел из-за ручника. Также необходимо отсоединить три разъема. Один на прикуриватель и два на подогрев сидений, если он у вас есть. И все, и потом можно его снять. Так, друзья, продолжаем процесс установки секретной кнопки на автомобиле Ravon R2. Я закрепил кнопку на ручнике, часть провода уложил в гофру, чтобы он тут не перегнулся, не переломался. Привязал его к важелю ручника. Дальше провод я проложил вдоль штатных проводов. Вот он пошел у меня примотанный. Зашел под торпеду, там его тоже пристяжил к штатному жгуту. Поднялся он чуть выше и вышел вот тут аж под верхом. Вот вдоль штатного вот этого жгута. Потом тут я его пристяжил, он стяжечкой маленькой. Дальше провод пошел вдоль рулевой рейки и вышел вот этот проводок двойной. Я их соединил с проводами, которые были припаяны к реле. Дальше у меня от реле было еще два провода. Я их вот нарастил, вытянул их туда вниз. Эти два провода пойдут у меня под капот. Блокировку буду делать в блоке предохранителей, которые находятся в капотном отсеке. Просуну через уплотнительную резинку, которая выходит под капот. Там их две. Через одно из них газовое оборудование, провода просунуты. Вот возможно туда же и вытяну свои провода. Здесь на разъеме замка зажигания я подключился к вот этому фиолетовому с синей полосой. От реле у меня и шел желтенький проводочек. Вот он есть. Вот фиолетовый с синей полоской. Вот он. Проводок к нему примотал свой желтенький. На этом фиолетовом с синей полосой у меня появляется плюс 12 вольт при включении зажигания. То есть вся моя конструкция, вся моя секретная кнопка будет начинать работать только после включения зажигания. Само реле блокировки я пристяжил к проводам, которые там идут в жгуте сверху, за металлической трубой. Вот разъем, который шел на корректор фар. Здесь я от реле черный провод примотал к черному проводу на разъеме. Сейчас здесь все это дело замотаю. Итак, друзья, завершил подключение. Вывел два провода. Их завел в блок предохранителей. И на одном из разъемов блока предохранителей я раскусил желтый провод, который идет на обмотку реле стартера. Дело в том, что изначально я хотел подключиться, блокировать зажигание возле замка зажигания. Но с этим делом не сложилось, так как сам замок зажигания в этом автомобиле управляется по кан-шине. Поэтому на замке я только взял сам потенциал включения зажигания, чтобы запитать свою схемку, свое реле. А саму блокировочную часть я вывел под капот. Вот заблокировал реле стартера. Тут я сам блок предохранителей собрал. Сейчас я соберу автомобиль и расскажу, покажу вам, как все работает на самом деле. Итак, друзья, я собрал автомобиль. Кнопочка у меня уже установлена, все работает, я проверил. Теперь могу продемонстрировать вам, как функционирует. Итак, допустим, вы пришли, у вас кнопочка была заблокирована. Сегодняшний автомобиль у меня с коробкой автомат, поэтому я себе позволил сегодня заблокировать цепь стартера. Сейчас у меня кнопка находится в выключенном состоянии, поэтому цепь сейчас у меня не работает, то есть машина не заводится. Для того, чтобы мне ее завести, мне необходимо нажать кнопочку, которая у меня расположилась в нижней части ручника. Кратковременным нажатием я ее нажал, включил и теперь могу попробовать автомобиль завести. Вот автомобиль завелся, то есть если кнопочку сейчас не трогать, то дальнейшие запуски будут возможны снова. То есть, как видите, все работает. На короткие дистанции можно ездить, ничего, как говорится, не делая. То есть заводишь, ездишь, глушишь, сколько угодно. Но, если вы куда-то либо уходите, ну, на большой период времени, тогда легким движением руки одного пальца нажали кнопочку один раз, и все, и можно свободно уходить. Кнопка теперь у меня заблокирована. Если вдруг пришел и мне необходимо завести, то автомобиль, как видите, не заводится. Сейчас надо включить кнопочку. У меня включились реле, сделали поддержку зажигания как бы, то есть реле у меня теперь постоянно то включено. И все, можно теперь заводить сколько угодно раз. Вот таким вот образом работает сегодняшняя простая секретная кнопка с непростой установкой на данный автомобиль. Непростая она только потому, что в данном автомобиле большинство сигналов общается с помощью CAN-шины, то есть цифровая шина в автомобиле присутствует. Поэтому сегодня я был вынужден тянуть провода блокировки под капот и блокировать реле стартера. Точно такую же схему можно повторять на более простых автомобилях. То есть, если у вас в автомобиле CAN-шины нету и у вас обычный замок зажигания, то достаточно будет использовать силовое реле для блокировки стартера или же зажигания непосредственно на самом разъеме замка зажигания. Вот еще один вариант. Сегодня я вам показал установки секретной кнопки. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а я буду и дальше снимать новые интересные для вас видео. На сегодня все. С вами был Сергей Зайцев. Пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok